Рабочий полдень А также ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник – Международный день бухгалтерии. И еще в нашей стране сегодня принимают поздравления сотрудники органов внутренних дел. Всех, к кому относятся эти праздники, поздравляем и желаем любить свою работу. И небольшой анонс. Сегодня в 20.40 в эфире нашего телеканала четвертая серия реалити-шоу «Готов к труду и обороне. Контрольная тренировка». В этот раз команды театра драмы и нашего телеканала пробовали себя в выполнении нормативов. Прыжок с места, отжимания, подтягивания испытывали свой железный и не очень пресс и демонстрировали гибкость в наклоне вперед. Так что смотрите сегодня в 20.40. И к теме эфира. Психологи утверждают, что каждая семья должна иметь хотя бы одну общую традицию или увлечение. Кто-то рисует или ходит в походы, кто-то путешествует или занимается спортом. И, конечно, есть такие семьи, которые танцуют. Гости нашего эфира сегодня – коллектив, которым пляшут и дети, и взрослые. И все они стали одной большой и дружной семьей. Это образцовый коллектив современной хореографии, шоу-балет «Виктория» и его представители. Я с удовольствием вас познакомлю, дорогие телезрители. Это руководитель коллектива, постановщик Виктория Шереметьева. Добрый день. Здравствуйте. Как раз-таки представители «Семья» Нина и Татьяна Панюковы. Здравствуйте. Добрый день. Выпускница коллектива, или точнее в старшем составе и уже сама тренер Анастасия Никифорова. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 469060. Набирайте, задавайте свои вопросы. Возможно, вы сами даже танцуете в этом коллективе. Так что звоните и передавайте привет своим любимым коллегам. Ну а мы начнем. Всегда начинает с небольшой хотя бы истории. Когда и почему вы вдруг решили организовать такой коллектив? Еще с таким шоу-балет прям. Наш коллектив возник в 1992 году. В 1991 я пришла на работу, начала пробовать себя в роли постановщика. Мне это понравилось. Вильгард узнал, что есть новый хореограф, и они пришли в наш любимый район и домкультуру. С 1992 года, не прекращая, я постоянный руководитель, хореограф, постановщик, балетмейстер моих замечательных детей. Постепенно к нам присоединились и наша замечательная леди Рано, которые в этом году уже 11 лет, получается, занимаются, и даже мамочки. Мамочки у нас занимаются лет, наверное, 8. Стало так традицией, что если танцует ребенок, то почему бы не будет танцевать вся семья? И у нас есть танцующие папы, танцующие мамы, сестры, братья. В общем, дом культуры – это наш второй дом, вторая семья. Настя, помните, как пришли, когда и почему? Да, помню, я пришла в 2001 году, мне было 5 лет. Ну, конечно, меня заставила мама для начала. Да, я в основном даже не знала, что за эстрадные танцы, что за коллектив. Ну, понимаете, садик, все дела. Ну и все, мама заставила, я пришла. Очень интересная история с вашей стороны, да, вашими глазами. Как вы увидели Настю в первый раз? Настя пришла ко мне чуть-чуть с опозданием. Насколько я помню, группа уже была набрана, и ребенок у меня пришел где-то в октябрь, то есть она пропустила пару занятий. Мне понравилось, что когда пришла Настя, она встала в первую линию. Поэтому я учу детей слышать, слушать меня и понимать. То есть я уже обозначила определенную задачу, сказала, что нужно сделать, при этом я ничего не показала. Настя, не оглянувшись назад, сделала то, что надо. Я сразу себе галочку в голове поставила, это мой ребенок. Вот это будет со мной всю жизнь. И занимается она у меня уже сколько лет? 16 лет, получается, 21 лет. Ну и при этом уже преподает второй год. В том году мы уже начали, сейчас уже у Настя очень много групп, она делает свои постановки, я довольна, я безумно счастлива. Нина, кто из вас первый пришел? Кто кого потом затащил следом? А из нас пришла я первая. Мы не раз присутствовали на концертах Виктории, группы детей, которые выступали. Вы, говорите, наверняка вас очень хорошо знают. Да, конечно. Кажется себе уже, наверное, знают. И мы не раз, когда были на концертах, зародилась такая идея, почему бы нам, взрослым, тоже не заняться танцами. Татьяны тогда еще не было. Это был 2006 год. И мы впервые пришли к Виктории с нашим таким пожеланием. И Виктория Павловна так легко взялась за нас. Потому что мы понимаем, с нами трудно заниматься. Мы не дети. У нас ограничения во времени, скажем. Мы все-таки люди разных возрастов, разных интересов. Но несмотря на это, как-то танцы нас сплотили. Я очень рада, что вот мои коллеги, которые работают в управлении образования, они поддержали эту идею. И мы танцуем уже больше 10 лет вместе. А Татьяну как? Это уже просто естественно получилось, что она влилась в ряды. Но я думаю, что нет ни одного ребенка, ни одной девочки, наверное, проживающей в Ильгарте, кто бы не желал прийти и танцевать. Поэтому, когда исполнилось 4 года Татьяне, она тоже подошла в эту группу, пришла. И вот танцуем по сей день. Танюш, расскажи свои первые впечатления. Давай микрофончик подними и расскажи нашим телезрителям. Вот наверняка помнишь, как ходила с мамой на репетиции, на нее смотрела, а вот сама когда пришла? Ну, у меня были впечатления. Мне понравилось. Ты сразу танцевала? Или сначала проверяли, гнули тебя в разные стороны, хлопали и поворачиваться нужно было? Что делала? Вспомни. Может, мама подскажет? Ну, Татьяна еще была маленькая, 4 года, да? Да? Поэтому, конечно, скажем, я думаю, мало помнит. Но я думаю, впечатления больше уже последние. Потому что, если первый выбор, да, за родителями, как уже было сказано, то дальше у Татьяны был выбор. Либо войти в спорт, либо остаться в танцах. Но Таня выбрала что? И то, и то. Вот так вот. Зачем выбирать, если можно и то, и другое, да? А что ты всего больше любишь в том, что ты занимаешься танцами? Может быть, сами танцы? Может быть, то, как вы учите эти танцы? А может быть, исключительно прийти с подружками поболтать? Сами танцы люблю. А любимый танец есть? У меня все любимые. Вот так. И это у всех детей, наверное, да? Все любимые. Я по поводу Леди Рано хочу сейчас вернуться немножко. Когда, во-первых, эти дамы у меня занимаются, вот, 11-й год, они приходят в обеденный перерыв с часу до двух. В течение, представляете, 11 лет они не идут обедать, они приходят ко мне на танц. Вот я безумно их люблю, они молодцы. И когда у нас было в том году 10 лет, мы дали их юбилейный концерт десятилетия, где танцевали только они, и приехали поздравлять наши друзья, певцы, коллеги. И мы даже съездили на конкурс в Кировскую область, и заняли они у нас там первое место. И там же мы еще дали еще один концерт. То есть я горжусь своими девочками. Гастрольная жизнь. Да. Ну, так немножко. Танюша, у нас сейчас, хоть ей всего 10 лет, она уже в основном составе в средней группе. На них у нас большие ставки. Они уже ездят на конкурсы. И вот на последнюю поездку во Владимир, они у меня привезли 6 первых мест, вторые там были, третьи, и гран-при. Мы стали лучшим коллективом этого хореографического конкурса. Танюш, ты первый раз ездила? Нет. В Казань, по-моему, вы еще ездили, да? Да, мы в Казань ездили. И лозом еще ездили. А где больше нравится? Дома, в родном ДК? Или все-таки поехать и к новым зрителям показать свой талант? Новым зрителям. Ну, а в поездке вот как ощущения? Это же, наверное, совершенно другая обстановка. Одно дело, вы приходите и там. Тут в поезде, наверное, или в самолете, как там, в поезде, скорее всего, да? Да. Общались. С кем-то другими девчонками из других городов познакомилась? Виделись? Да. Надо сказать, что много... Группа достаточно большая. И, конечно, да, они очень дружно выезжают, танцуют и участвуют во всех конкурсах. Таня очень под большим впечатлением всегда приезжает от конкурса. Так, Татьяна? А если говорить в целом, под вашим крылом, вот сколько человек? На данный момент 180 человек занимается под моим крылом. У нас есть детская... Всех помните, мало того, что по именам, еще и их привычки, наверняка, да, и какие-то предпочтения. У нас детская танцевальная студия, малышей очень много, вот которые спустя три года сдают экзамены, после этого переходят в основной состав. В основном составе у нас две младшие, средняя, старшая, мужской класс у нас есть, мальчики у нас занимаются, мамочки, Рано, так что у нас очень много. Приходите к нам. Все эти репетиции... А мы там живем. Ну, на, любить надо свою профессию. Ой, мы сейчас живем. Мы тоже здесь живем. То есть о своих занятиях. Вы тренер по определенному направлению. Да, направление хип-хоп. Почему это? Ну, меня всегда... Туре Павловна заставила? Нет, влекло, ну, современная хореография, как бы. Обычно у нас Туре Павловна преподает современную, как эстраду, модерн, джаз-модерн, просто джаз отдельно, как бы. Сейчас пробуем афро-джаз. Как бы, а мне вот захотелось. Я беру джаз-фанк, как бы, либо хип-хоп, либо в Огью стараюсь еще где-то. Вы как-то совместно решали, ну, что вот направление ей? Или вот как? Да как-то, я не знаю, оно само так получилось. Что уж прям решили в тренерский состав вывести именно это? В тренерский состав давно хотела. Думала, будет потихонечку модерн и степ. Что-то вы про степ, Анастасия Андреевна, забыли, что у нас направление-то. Единственные в городе, кто танцует американские и ирландские степы. У нас малыши уже ступят, я этому очень рада. Вообще, обожаю этот вид танца. Вообще, я люблю все танцы. Да, мы в эфире нашего телеканала показывали один из наших. А хип-хоп, я думаю, что я уже не в том возрасте, хотя ко мне приходят новенькие мамочки, говорят, мы хотим к вам тоже ходить заниматься, нам бы хип-хоп. Так что, вот, пока Анастасия преподает, я думаю, что там еще одна группа родителей соберется у нас. Ну, говорим, говорим о танцах. Давайте посмотрим эти фрагменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ангел летит» «Ангел летит» «Ангел летит» «Ангел летит» Субтитры делал DimaTorzok 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 А, еще свадебка у вас замечательная Я очень люблю шуточные номера делать И нас это тоже очень устраивает Настя, расскажите, как вы своими номерами работаете Тоже ведь в хип-хопе тоже можно номерами называть Конечно, да То есть хип-хоп обычно безидейный номер Ну, как бы, ну, сложилась такая, как бы, негласная ситуация Бессюжетный? Обычно, но, как бы, мы хотим сделать его более сюжетным Выложить в него какую-то историю, да Стараемся с Торри Павловной вместе придумать какой-то сюжет И развить его в номере И получается? Прям понятно, там же ведь определенные такие движения Ездить на определенный конкурс тоже нас хвалили именно за то, что в каждом номере у нас есть и сюжеты, и образы Также говорят, что вот американские ирландские степи Все говорят, что степистов много, танцуют клево Но в основном это комбинации ног Красивая музыка, красивый костюм, все А так как у нас и сюжет есть, вот ва-банк Там у нас две группировки, и они крадут друг у друга что-то и дальше У нас есть вкусно повара номер, где тоже с развитием к нам приезжает ревизора И в хип-хопе мы решили тоже, это будет не особо вкусно Если будет просто сам по себе обычный номерочек Мы даем затравочку, там будет сюжет Как набор акробатических трюков Нет, там будут сюжеты Трюки это естественно, это техническая часть А для того, чтобы зрителей затянуть, должна быть история Что там будет, чем там закончится А костюмы, вот в целом, и хип-хоп, они тоже определенные И в вашем, тем более, если это сюжетные линии развиваются Ведь работа над костюмами должна быть колоссальная Колоссальная Вот хип-хоп, давайте, Настя, с вас начнем, а потом вы расскажете и про другие номера Хорошо, ну вот, к примеру, хип-хоп, да Обычно хип-хоп это висящие штаны, ну то есть уличная одежда Но как бы выбирая тематику номера, мы подбираем соответствующую одежду То есть, например, у нас есть вот у средней группы хип-хоп милитари То есть военный танец Мы стараемся сделать более-менее похожую на военную экипировку Ну вот, и примерно набрасываем эскизы Потом, как бы, цвет и все остальное А каждый участник сам для себя делает? То есть вы обсуждаете в целом идею, а каждый участник сам Или это как-то прям организованным образом делает? Вместе, да, обсуждаем А на остальные номера? У нас есть замечательная, любимая тетя Лена, наша Швея Она работает с нами много-много лет Когда началась, в этом году у нас коллективу 25 лет Когда я начинала работать, все костюмы я шила сама Я еще швея-мотористка И все, я все делала Представляете, в номере 20 человек я все эти 20 костюмов сама еще и шила Но так как у нас сейчас 150-180 человек То понятно, что я уже не смогу Это тетя Лена, наша любимая Она нам шьет костюмы Причем иногда я ей в такие условия ставлю Ну вот, я ставлю номер, ставлю Он уже готов Ой, ешки-матрешки Так у нас получается, костюма-то нет Даже еще вот здесь нет Начинаем сочинять А тут, оп, уже выступать надо Я ей звоню, она мне за 4 ночи 20 костюмов шьет Да, она уже ко всему привыкла Она у нас любимая, единственная, это молодец Придумываю, конечно, я ей объясняю Она в плане техники уже берет, как ей надо Мне объясняют, будет оно так или не будет И, в общем, в результате у нас все рождается Вчера еще придумывали новые костюмы Танюш, любишь в новых костюмах красоваться? Да Ну, опять-таки, любимый-то костюм наверняка есть Если песен, танец, танцев много То костюм-то наверняка есть Какой-нибудь самый-самый любимый Ну, какой? Дождь не знаю Здравствуйте Дождь или что там? У тебя же много танцев у вас Автоклак Да Да? Ну, скажи Мне нравится костюм автоклаков А у тебя же наверняка есть любимый цвет Ты потом говоришь так Да Синь шьют, я хочу вот синий, чтобы был у меня Потому что это мой любимый цвет Нет? Тебе нравится, что Виктория Павловна делает, да? Что она придумала Ты соглашаешься с ее кубером Да Они еще особо права голоса просто не имеют А старшая группа Они, конечно, говорят Когда мы разделение делали на завалинку У нас цветовая гамма разная была Так, мне идет больше зеленый Я блондиночка Мне вот такой, другая У меня стоит, говорит Мне розовенький, пожалуйста Мне голубенький Так что прислушиваемся, конечно К тому, что дети говорят И наша задача сделать так Чтобы им было хорошо Комфортно, уютно И они себя любили на сцене Нравились себе Ну, хочу сказать Что обсуждение все-таки Костюма ведет общее Потому что Виктория Павловна Всегда выкладывает Разные варианты костюма И мы родители уже Тоже рассматриваем Говорим У нас есть право голоса Мы выбираем вместе Предлагаю вашему вниманию Еще один фрагмент выступления Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что это за выступление? Потому что там набор Не ежегодно В конце года Весной, март, апрель Мы даем отчетные концерты Каждый концерт у нас имеет свое название Свою тематику Свой сюжет Линию режиссерскую Вот этот концерт у нас был благотворительный Он назывался «Живи мечтой» Все деньги у нас были перечислены В детскую республиканскую больницу Деткам, которые рождены без родителей Вот маленькие оставлены То, что мы сегодня видели Вот вы сейчас показали первый номер Очень хочу на этом сделать акцент Ударская У нас есть замечательные друзья Постановку нам делает Это Евгений Николаевич Жильцов Он сделал нам две постановки Вот Ударскую И Плесовая сундучка Он солист ансамбля Ася Кэ И с этого же ансамбля Замечательная солистка Титаренко Нелли Сергеевна У нас педагог И она преподает нашим детям классику И мы этим очень гордимся Дети растут на глазах К сожалению, сегодня она не успела К нам подъехать Вот, ну вот, Татьяна Скажи, как тебе занятие классикой? Иногда бывает Я на классике устаю Иногда мне наоборот нравится Классика Ну, по-разному А без классического танца никуда Ну, уставать это же хорошо Значит, ты развиваешься А не топчешься на месте Правда ведь? Все-таки 25 лет Такая прям значительная дата Отмечаете вы как В течение всего года Как-то изолировано Вот Что будет? У нас будет Юбилейный концерт Посвященный 25-летию И будет этих концертов Пять Вот я же Я к чему и вела Да, что не за один раз Да, и три у нас в городе Уже у нас забиты залы Вот, попозже мы вывесим Нашу рекламу После Нового года Почему именно пять? То есть только всего хочется показать Что вот не вместить Или так много зрителей хочется Может быть мы еще и возьмем Драмтеатр, Музтеатр Еще идут переговоры У нас директора там общаются На данный момент у нас уже Закреплено и время и дата На определенные дни Вот пять точек у нас Пять концертов будет Следите за афишами Я вас поздравляю с 25-летием Конечно, развейте дальше коллективу Ведь это только самое начало Спасибо, что пришли в студию Всего доброго Спасибо Рабочий полдень Вновь в эфире Впереди выходные И, к примеру, в Сыктывкаре Снег выпал не так, чтобы воодушевить На прогулку Но пролежать выходные на диване Тоже не дело Поэтому предлагаем вам Культурный отдых В субботу известный в республике И за ее пределами Артист Евгений Гаврилов Впервые почти за 4 года Даст сольный концерт И сегодня бенефициант у нас в гостях Евгений, добрый день Добрый день Называется, мне кажется, репетиция Почему так? Ну, тут такая история Легкий, скажем так, философский Даже в этом есть подтекст Потому что репетиция Что вообще за этим понятием стоит? Это повторение, с одной стороны Причем повторение чего-то нового Перед тем, как это новое состоится Если говорить о театре Ну, я человек театральный Поэтому мне это все очень близко И эта репетиция Как подготовка к другой программе Которую очень хочется воплотить со временем Потому что в силу того, что я человек театра На процентов 85-90 Хочется сделать со временем концерт Именно спектакль А сейчас репетиция пока Потом репетиция Каких-то новых впечатлений Новых ощущений Новых образов Новых песен Потому что процентов на 70 Программа состоит из абсолютно нового репертуара Более того, замечательных местных Авторов наших земляков Даже так? Даже так То есть это как-то прям отдельно выбирал Или это просто жизнь так сложилась И эти песни к тебе притянулись? Жизнь так сложилась, да Вот как раз вот эти 4 года Там даже, может быть, чуть больше Между сольными концертами За эти годы вот притянулись авторы Притянулись песни В работе еще там их много И вот надеюсь, что скоро Мы сможем реализовать альбом И вот это, опять же-таки, репетиция В том числе альбома И хочется сразу понять Насколько это будет близко к слушателям Близко к зрителям Которые ходят на концерты Слушают песни А почему так долго не было В сольных концертах? Ну, много причин для этого Другие проекты как-то возникали Да, «Поющий север» Очень активно занял мое время На последние полтора года-два А «Новые звезды» тоже нужно взращивать Новая звезда, конкурс тоже Как-то там очень много всего происходило И материал копился, копился, копился И вот накопился И буду рад представить Завтра это все, конечно, очень такой Волнующий момент ожидания Да, гости, безусловно Это, собственно, ребята Мои подопечные в каком-то смысле Споющего севера Оксана Клипко-очаровательная Будет тоже присутствовать в концерте И исполнит шедевральные номера свои Не буду всего разглашать Еще есть сюрпризы, о которых говорить не хочется Но это будет очень неожиданно И интересно Завтра? В 18 часов концертный зал «Сыктывкар» Это «Бабушкина 22» И предвосхищание Сам концерт Мы же не можем Не попросить что-то для нас Исполнить для наших телезрителей Я думаю, будет самым уместным Исполнить как раз-таки песню Замечательного автора Алексея Сеткарева С которым вот последние два года Мы очень плотно работаем На стихи Вячеслава Игнатовича Песня называется «Букет» Импровизированная сцена Пожалуйста, ждем Музыка Я ставлю в прихожей свет И за двери уйду в ненастье Чтобы просто купить букет Где-нибудь за полсотни баксов И на время забыв про то Что меня на земле не стало Я с цветами спущусь в метро И уеду куда попало Бликий пар Поездов разбег Полуночный простор вагонов Став водою Недавний снег Заслезится в огне бутонов Бликий пар Поездов разбег Полуночный простор вагонов Став водою Недавний снег Заслезится в огне бутонов Чей-то тихий влюбленный снег Женский взгляд Не скользнувший мимо Я как будто бы вновь для всех Еду в гости к своей любимой Только сердце в плену теней А кровавленной бьется птицей Сквозь метели ушедших дней Мне уже к ней не возвратиться И воскреснуть Не дав мечтам к незнакомке Шагну невольно Улыбнусь ей А этого мы Уйду в полумрак Перона И воскреснуть Не дав мечтам к незнакомке Шагну невольно Улыбнусь ей А этого мы Уйду в полумрак Перона Си-дам-мон Си-дам-бон-бун-зам Блики фар Поездов Разбег Полуночный Простор вагонов Став водою Недавний снег Заслезится В огне бутонов И воскреснуть Не дав мечтам К незнакомке Шагну невольно Улыбнусь ей А этого И уйду в полумрак Перона Браво! Огромное спасибо! Я думаю, вряд ли мой муж будет сейчас ревновать Потому что он знает, что мы давно И плодотворно-творчески дружим Спасибо большое! Завтра приглашаем еще раз Завтра, 11 ноября, в 18.00 Концертный зал Сыгдовкар Буду рад видеть всех на своем концерте-репетиции Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие телезрители Хорошенько отдохните в выходные И до встречи в понедельник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин